Заросли из сорняка перед фасадом, глухой забор без опознавательных знаков и захламленный двор. Глава Анапы останавливается на Ленинградской и в разговоре с отдыхающими из Центральной России замечает, за такие условия приема стыдно. Но похоже, только не хозяевам бюджетного отдыха. Вот к вам приехали гости сейчас, да? Мы же готовимся к приему. Мне, например, стыдно сейчас с людьми было разговаривать о том, что у нас в таком виде. Сделайте, пожалуйста. И вот здесь должно быть. Вот здесь. Пабличка, МНН ваш. Она еще готовится. Да как готовится? Ну люди, вот я сейчас поговорил, люди заселились, заехали. Ну кто готовится? Открыли сезон раньше срока. Не оформим должным образом документы на четырехэтажную гостиницу. В 10 раз превышены нормы потребления воды и света. Сотни тысяч рублей скрыты от налоговой службы. На территории домовладения, которое является индивидуальным жилым домом, существуют незаконно построенные сооружения. Используются энергоресурсы города-курорта Анапы, то есть электроэнергия и вода для коммерческих целей. А фактически дом является живым. Мы сейчас ждем реакцию, какая будет реакция со стороны органов внутренних дел, Роспотребнадзора и Пожнадзора. Мы думаем, что тоже будет ряд заветчаний серьезных и существенных. И эта работа, эта работа будет продолжаться в течение всего сезона. То есть, ну никто не уйдет в тень и не спрячется. Если вы оказываете услуги, дорогие анапчаны, будьте добры, оказывайте их в соответствии с существующим законодательством. Потому что люди, приехавшие к нам, они должны быть уверены, что они попадают, во-первых, в безопасные условия проживания. И вся ваша деятельность, она четко регламентирована законом. Глава Анапы поручил проверить все мини-гостиницы, маскирующиеся под жилые дома. В нашей санаторно-курортной отрасли зарегистрировано свыше 4 тысяч предпринимателей. Так почему же одни должны жить по закону, а другие плевать на него?